Мы хотим спросить у вас, вы помните своего первого учителя? Конечно, Александра Антоновна. Не помню. Конечно. А как ее зовут? Бойтенко Татьяна Николаевна. Любовь Ехимовна. Нина Николаевна. Вот видите, какая школа. Начинал первую из Сталинской, а в 68-м году открылась 13-е, а перешел туда. Анна Михайловна. Лена Николаевна Машаровна. Конечно, Лилия Григорьевна Шуманович. Инна Алексеевна. Вы помните своего учителя? Конечно. А как ее зовут? Ираида Васильевна. А вот еще помимо первого учителя вы кого-нибудь запомнили? Да, классный руководитель Юсупова Надежда Андреевна. Не знаю, может быть, уже нет живых, потому что мне уже самому много лет. Надежда Яковлевна по математике. А чем она вам запомнила? Учителя, хорошие учителя, отягала. Учила хорошо, да? Учила хорошо, да. Субботская, надежда Яковлевна, по математике, по биологии, тоже, по мнению Александрова. А как вас зовут? Волох. А кем вы работаете? Счастники, вообще станочники. Скажите, а в последний раз вы давно видели своих одноклассников? Вчера, позавчера. Поддерживаете с ними отношения? Не со всеми. А скажите, а вы встречались как давно со своими одноклассниками? Давно, давно. Ну сколько лет назад? Может, шесть-семь. А поддерживаете с кем-нибудь отношения? Вот только что поддерживала, конечно, общаемся. Вообще интересный есть. А как вас зовут? Происто. И вы до сих пор работаете? Да. Медиком? Медиком. Большое вам спасибо, хорошего дня. А как вы считаете, какие-то предметы, которые вы учили в школе, вам реально в жизни пригодились? Конечно. Ну какой, например, предмет? Ну все языки. Русский, белорусский, английский. Языки пригодились. Как любителю физика? А, ну может такие предметы, как математика, там изучение русского языка, конечно, помогают. Ты же все-таки считаешь и разговариваешь, пишешь. Литература, язык русский. Вот видите, как необычно. Ну конечно. Правильная речь. Правильное построение предложений. Ну а как? Мы разговариваем здесь хорошо, правда? Да. Математика. Математика. Геометрия. Я строитель, мне это будет теоремический. Как интересно. Мы математика. Математика пригодилась. А кто вы по профессии? Бухгалтер. А, ну понятно. Ну прям так, чтобы пригодился. Не знаю, наверное, нет. Может быть география. География? Физкультура. Вот как необычные предметы вам пригодились. А кто вы по профессии? Я сейчас учусь программист-инженер-экономист. Меня специально использует. Из-за этой сферы мне, наверное, в школе не совсем помогли учителя, но в других, вот белорусский еще язык, наверное, английский, география, достаточно пригодились. А как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Большое вам спасибо. Ну, был английский. Английский. А вы сами кто по профессии? По профессии товар-вет-эксперт, но не работаю по профессии. А по математике? Пригодилась математика, физика. Хотя поступало когда-то, первое поступление было в институт иностранных языков, потому что мама-подруги была преподавателем иностранных языков. Мне очень понравилось, 7 лет я учила, но, к сожалению, моя мечта не сбылась, но потом я поступила в технический вуз и очень пригодилась на работе. Хотя казалось, что это физика-математика очень тяжело. Оказалось, моё. А кем вы работали? В лёгкой промышленности. А как вас зовут? Татьяна Феодосина. Большое вам спасибо. Ну, я медик сама по образованию, поэтому, конечно, биология, химия, всё нужно. Всё пригодилось из-за этого, да? Хотя вот эта система образования, которая сегодня и раньше, как вы считаете, она была одинаковая или чем-то отличается? На ваш взгляд? Система образования, я думаю, что отличается. В какую сторону? Лучше или в худшую? Я бы сказала, худшую. В худшую? Почему вы так считаете? Не знаю. Как-то, наверное, даже дело в поколениях, даже в детях. Такая виновата учителя или дети? Наверное, всё, по чуть-чуть. Всё, по чуть-чуть. Вот я так понимаю, у вас дети уже, да, большие? Да, две девочки большие уже. Скажите, вот тогда можете сравнить систему образования и вот настоять? Не сравнить, конечно. Не сравнить? Было лучше раньше? Конечно. А чем? Ну, во-первых, подготовка намного сильнее. То есть, сами учителя были крепче? Да, да. А сейчас, как бы, детям приходится самим, что ли? Не, ну, я не знаю. Ну, детям мы помогали, конечно. Ну, помогала и, как бы, сами они учились. Ну, не знаю я. Ну, мне-то кажется, во всяком случае. Как бы, крепче. Ну, это чисто моё. А скажите, пожалуйста, вот те знания, которые давались раньше и сейчас, вы думаете, разные или что-то лучше было в школе прошлого? Ну, я сужу по своей дочери, я бы не сказал, что там. Ну, общаюсь с ней, но она закончила университет тоже. Такое неплохое образование. Она может разговаривать на любые темы и по некоторым вопросам заткнёт же пояс. Поэтому всё зависит, наверное, я так думаю, от самого человека, как он стремится. А не от системы образования? Ну, возможно, раньше системы и лучше. Ну, я тоже задавал вопрос. Я говорю, ты, наверное, не умеешь там столбик умножать, делить, она говорит, почему ты так хорошо умножаешься? Я думал, что у них калькулятор, и это им не нужно. Проще, и не так. То есть вы считаете, что это не от системы всё-таки зависит образование, а от самого человека? Ну, просто читаю, что сейчас не та система образования. Ну, я думаю, что я общаюсь с молодыми людьми. Так что неплохое, пожалуйста. А как вас зовут? Меня зовут Николай. Большое вам спасибо. Эта система образования тогда, как вы считаете, была лучше, а чем сейчас? А это значит? А чем она лучше? Да. Ну, я скажу, что я прокурил свой дневник, но я сейчас знаю в разы больше, чем, допустим, учился быстрее. Вот так вот, да? То есть образование было в разы лучше. И это зависит от учителей или от учеников? Да, нет, от учителей. Всё-таки от учителей. То есть вы считаете, надо систему образования менять? Я бы сказал, если бы вернулись, мы бы на этом только выиграли. Спасибо.